так попытка номер два значит смотри в чем фишка да с моделью с нашим нашу модель сейчас очень очень тяжело заменить да но модели отвязаться очень тяжело от нашего способа хранения ну то есть грубо говоря мы привязаны к тому что это именно реал да причем какой-то определенный наследник реалма могут быть какие-то ситуации когда там рлм моду недоступен ты пришла в чужой код и так далее да но это будет ну для тебя достаточно большой проблемой вот поэтому получается если так подумывать и в общем да у нас на данный момент есть несколько основных историй то есть первая история которая у нас есть это нужно записать какое-то значение до в из нашего хранилища да в нашу модель второе это считать из нашего хранилища в нашу модель да вот мы при этом хотелось бы конечно обеспечить то что у нас но не обязательно чтобы мы были привязаны к какому-то определенному пользу но какому-то определенному типу хранилища да поэтому давай мы слегка модифицируем саму нашу суть на данный момент у нас модель является хранилищем вместо этого мы скажем что у нас есть некий некий дополнительный тип да я назову его просто персистанц значит что такое персистанц персистанц это будет протокол которые будут обеспечивать нам наше хранение но протокол этот будет ну непростой скажем так значит первое что у нас есть в этом протоколе для нас важно да нам должен быть ассоциированный тип хранилища ну то есть именно непосредственно это может быть рлм моду это может быть корр корр дата модалл cd модалда ну то есть нас это просто некий сторич во вторых если мы так посмотрим чего еще нам не хватает в персистанце но нам не хватает фактически двух вещей на данный момент значит первая вещь это получить вот вот этот сторич из персистанц как бы нам это сделать ну давай например возьмем следующий способ берем и создаем функцию некую которая у нас будет возвращать наш персистанц в любом случае нам нужен для этого некий айдишник да рид айди да ну и затем дальше айдишник как мы уже договорились это всегда наш тигневой тип да вот то есть таким образом мы можем получить некое хранилище второе что мы должны сделать мы должны записать наш сторич да ну то есть по сути своей достаточно на данный момент простая штука да мы получили мы записали теперь следующее что эта штука должна делать она должна уметь считать и записать конкретное пропорти да прочитать значит и теперь у нас начинается ну скажем так интересно read value да ну даже не так давай source target значит что нам нужно чтобы делал этот считать нет давай все таки read чисто value значит мы должны поучить откуда читать да ну то есть должно быть некое значение ну давай например вот и мы должны после этого ну сейчас то я просто затупил здесь значит и теперь куда читать да то здесь у нас будет нужно передать некое ну что мы можем записать куда мы можем записать да это у нас будет in out value то есть иными словами мы пишем в какой то пропорти да затем второе что нам нужно сделать нам нужно обеспечить write да value как это делается мы берем некоторое value да и пишем опять же в чьё то пропорти естественно естественно они должны по-хорошему совпадать по типу да вот ну value у нас должны совпадать по типу то есть по идее если одно опциональное то и второе должно быть опциональным да ну в нашем случае у нас есть как бы подъем у того же пользователя то есть мы можем поднять вот optional ну от стринга не optional но автоматически поднимется до optional лучше чего да вот теперь нафига нам это нужно да ну вот например read у нас сейчас сам способ получения из модели да ну у нас напрямую связан с реалмом да нехорошо более того если вот присмотреться к этому всему счастью есть еще одна проблема которая ну для нас достаточно явная да у нас сама по себе запись видишь тоже она привязана к реалму не всегда это хорошо да то есть поэтому по хорошему что мы должны в этом случае сделать да мы должны вот этот блочок тоже как-то спрятать вовнутрь да то есть желательно чтобы у нас вообще снаружи не было видно ну вот вот этих вот здесь же в реалм в райд у тебя здесь передается объект типа реалм да ну не очень хорошо и не очень будет это комфортно этим пользоваться то есть нам бы это надо убрать угу поэтому собственно говоря для всех этих веселых преобразований да мы потом еще наш persistence будем каким-то образом расширять давай создадим новую группу до persistence перенесем в нее persistence и создадим некий реалм персистанс угу 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 вот ну и давай его сразу же по быстренькому с тобой и заимплементим да пусть это будет даже некоторый класс да реалм персистанс который является у нас наследником ну принимает на себя протокол персистанс персистанс значит теперь интересная вещь с этим сториджем а здесь тоже должен быть некий сторидж который должен быть таким же самым как и сторидж персистанса вот и здесь мы уже начинаем с интересом наблюдать следующее вот здесь сторидж у нас уже вполне может быть типа rlm model угу так сейчас я уходил переверну вот вот ну как бы достать его на самом деле будет достаточно просто для нас то есть в любом случае у нас есть некий реал реалм теперь спрятан полностью вот здесь опять же учитывая наши особенности до того как мы обеспечили то что у нас реалм потока безопасны то что у нас на один поток приходится один реалм да мы не будем сильно рыпаться с тем чтобы инжектировать реалм внутрь персистанса если захотим можем потом это сделать да но на данный момент но тупо не имеет смысла вот хотя нет давай наверное сделаем сразу блик и нет реалм значит этот реалм у нас будет непростой мы не напрямую сохраняем реалм да но просто не имеем на это право потому что он мы можем обращаться из разных потоков к реалму на вместо этого мы сохраняем способ его получения да то есть какой-то это роте артис правил от лет но опять же уже по-хорошему нужно и саптип тогда создать паблик тайп или асдан реалм factory равен но эта штука естественно должна быть ну и можем здесь задать в принципе дефолтное поведение до сразу потому что но по сути своей это нам нужно в основном для тестируемости да то есть поэтому я спокойно могу сказать следующее получается дальше что у нас там это нужно мне в extension сходить я уже просто не помню как то у тебя называется а вот да вот отлично ну давай тогда мы просто обновим слегка чтобы она по правильному бюро видишь какая красота то есть создал тайп или асда после этого сразу стало на порядок проще менять весь код вот ну то есть для нас как бы удобство нам хорошо и всем хорошо на вот теперь поехали с тобой дальше что у нас еще чего еще нам здесь не хватает ну он во первых давай ну самое простое считать на по айдишнику ну то есть найти какой-то объект по айдишнику нам достаточно повторить поведение нашей модели фактически да где она у нас тут вот он айдишнику и айдишнику да в данном случае мы должны ну то есть здесь обычно айдишнику да вот как видишь он уже не совсем подходит должен быть гибче то есть я бы мог создать еще один персистенс персистент айдишнику да ну в данном случае это будет достаточно геморрой поэтому вместо того чтобы ну мучиться со всем этим я применю ну классный принцип называется не хочешь срать не мучай жопу вот однако но в данном случае в чем плохо если я просто ну применю такой принцип да например в кордате да у них айдишники существенно отличаются managed object id это вообще отдельный класс да то есть по хорошему если делать совсем все по правильному да у меня персистенс он должен быть еще и с ассоциированным типом да айдишника но сейчас этим париться не буду да вместо этого просто сделаю следующее да получается у меня есть айдишник да я буду выводить типы в любом случае из тайп стринга айдишник здесь у нас будет некий storage self что у нас там type screen type стринг вообще такое умеет нет а вот а просто не помню что мы с тобой уже там наваяли в тип стринге да я проверю ну да все красота нормально работать будет вот теперь получается но у нас есть некий storage да алло я тут получается и после этого у нас есть следующее вот это к чему я говорил вот модифайна да и по-моему его просто неправильно применил вот у нас подявились пересечения сейчас проверю не все нормально модифайя должно быть значит здесь у нас storage да получается я его добавил в storage затем здесь реал майди да здесь реал майди вот такая получается штука с моей абстракции первичная да теперь как мне его записать да но по сути своей а да кстати с реалм у нас же территориалм factory да реалм 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 вот значит здесь у нас будет сейчас я схожу в реалм экстеншенс да ну вот смотри вот у нас приехала нужда в еще одном райте да на этот раз уже для объекта реалм селф 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 ну вот такая байда получается да теперь давай рассмотрим как бы ну что нам стоит ли нам что-то вообще еще здесь делать да ну то есть мы можем в любом случае передать себя да не проблема ну то есть по сути своей но логика сохраняется да ну и соответственно теперь мы можем сделать вот немножечко это счастье улучшить доллар 0 райд экшен экшен да сейчас надо проверить сразу на компилируемость а блин но сейчас чуть позже потому что раньше у всех те была проблема если статической функции и функция объекта именно совпадали она не всегда работала так как ты ожидаешь ну то есть она не комплируется вроде как они починили но не помешает проверить да вот получается ну и теперь у нас что реалм райда а сейчас она подумает о жизни своей тяжелой сейчас компилим ся ух ты скампилилась прикольно я не ожидал чтоб нам вот так вот с первого раза сейчас ведь один момент я угольки поправлю это одна из моих немногочисленных привилегий ну кроме мои елки конечно я показывал прошлый раз да не видела мои елки о беда слушай я тут еще забыл знаю что сделать я забыл свою рожу включить что-то у меня более того и юсб камера моя не работает сейчас я проверю что тут вообще ну класс для записи это чтоб другим людям было интересно смотреть и хотя в очку наверное сейчас уже впадло мне этим заниматься так сейчас момент я угольки поправлю все таки так вот старость не радость так возвращаемся теперь к этому счастью значит по сути своей мы сохранили ту же самую схему да теперь если мы захотим теперь сохранить его да наш некий этот объект да то ну в простейшем случае да write и собственно говоря доллар ноль то да старич апдейтеру то есть таким же образом да мы и обновляем свой фактически код да не проблема конечно привет ну смотри в общем то мы с тобой ну сделали базу до записи то есть можно добавить объекта можно удалить объект вот по хорошему еще у реалмов ских объектов у них есть возможность самим себя сохранить надо ее проверить час не нельзя так сделать ну значит тем тем лучше для нас вот значит ну и теперь что значит записать или сохранить но здесь все до абсурдного просто до таргет равно value и здесь таргет равно value ну то есть по своей сути да они в случае лидера и да они кратны вот и ну как бы смотрится она достаточно абсурдно да то есть нам нужно передавать но этот как и на вот значение да но чуть позже будет понятно почему так общий смысл такой далеко не всегда у тебя сохранение происходит так просто да то есть случае скажем но кордаты или в случае реалма да это просто реально запись из одного пропорти в другой пропорти да а вот например в случае когда ты хочешь записать какую-то сущность ну скажем файловую систему сделать какую-то небольшой новый скил базу данных да ты может быть будешь писать напрямую в какой-то файл да и в этом случае но стоит это сделать да то есть это банальная унификация да для тех случаев которые мы не можем предсказать и теперь пошли с тобой дальше здесь у нас хранилище это какой-то некий тип да вот но теперь нам этот persistence очень хорошо бы было в нашу модель поместить значит теперь мы уже здесь у нас будет слегка по-другому она у нас во-первых будет storage во вторых у нас будет persistence да и у нас должно быть некий type constraint да что есть что persistence на у нас является наследником до некоего нашего persistence точнее так что storage persistence да сейчас персистанц тайп за счет того что у нас нет час модульная система придется но вот вот этим вот и амароем заниматься небольшим персистанц это у нас фрэнтс ин фэйс бук персистанц на просто в отдельные модули не повыносил до персистанц тайпы да у нас должен быть того же типа которого у нас и будет storage но в идеальном случае да вот однако в чем для нас здесь есть ну Определенная запара Назовем ее так Значит Запара заключается В следующем Мы Больше не можем Считать что они у нас на самом деле Кратны Потому что persistence у storage может быть RLM model А может быть еще какой то Как то сказать А может быть например Core data Но при этом мы хотим чтобы у нас Storage Скажем так сохранялся Вот Что значит сохранялся Чтобы мы могли создать модель На основе persistence Которая бы могла Например Хранить и в core data И в realme Ну и где то еще Это в общем то в этот момент мы можем Storage Полностью Бахнуть Да Вот Ну а теперь возникают Ну некоторые интересные Скажем так Нюансы Здесь у нас будет Persistence Storage Опять же Видишь как все приятно Если мы просто Ну делаем Type-Alios Да Меньше кода придется менять В дальнейшем Вот А теперь поехали Из Интересного С тобой Что происходит для нас Дальше Значит Instantate я пока вообще уберу Он нам пока больше не нужен Ну точнее он понадобится Нам сначала все остальное пофиксить Да Значит Первое что у нас есть Теперь И что нам нужно Это чтобы Persistence у нас был Инжектируемым Да Private Let Persistence Persistence Угу Ну и соответственно Теперь у нас мало того что есть ID Есть еще и Persistence Вот Вот После этого Мы что должны сделать Да У нас Storage Type Ну и Storage Вообще полностью меняется Self Persistence Да Read Self ID Заметь просто За счет определенного Дизайна Да Ну то есть Мне не приходится Менять сильно много Кода Угу Теперь второе Что нам нужно С тобой Нам с тобой Нужно посмотреть Что мы можем Ну что вообще Нужно менять здесь Да Внутри нашего Кода Мы ходим сейчас В реал Напрямую Да Нам это больше Не подходит Да Более того Сам по себе Update Который у нас Происходит Да Он что должен Сделать Он должен В любом Случае Считать Или Записать Да Наше поведение Ну то есть Пока Update Если учесть Что у нас Теперь это Завязано На Persistence Жестоко Да Серьезно Мы уже Не можем Так напрямую Сделать Как раньше Делали Да Вот Как мы Можем Сделать Вместо Этого Excluding Ну Вика Ну Ужас Просто Exxon Так Намного Приятнее Вот Теперь Давай Думать Как у нас Теперь Должна Работать И запись И чтение Да Ну то есть Для этого Давай сначала Пропишем Запись Нам Нужно Ну Проверить По прежнему Что у нас В транзакциях Да После Чего Вызвать Read Storage Да Self Storage Но Теперь Это Уже Таким Образом Не Работает Storage В простейшем Случае Да У нас Ну является Классом Да Объектом А что Если у нас Storage Например Структура Мы уже Не можем Все Такого Позволить Иными словами Да То есть Мы получаем Storage Type И должны Возвращать Storage Type Да Хотя Нет Не должны Забить Потому То я уже Гоню Беса Слишком Я Собрался Далеко Теперь Дальше Второе Что у нас Должно Произойти Мы Должны Записать Наш Storage Ну Как бы Исчитать И записать Да Значит Что нам Нужно После этого Сделать Давай я Сейчас Подумаю Здесь у нас Для чтения Мы должны Просто Читать То есть Мы Считали Из базы Данных Да То есть Из базы Данных Это значит Что мы Получили Из Persistence Все Окей Для записи У нас Слегка Другая Ситуация Вот здесь Нужен Storage Type То есть Мы Должны Записать Новый Storage При этом При этом Как бы Вот смотри Мы сейчас С тобой Геймируемся Потому что Это может быть Структурой Да Storage Type Это Эту Проблему На самом Деле Ну Я Лично Решаю То есть Это Не Совсем Корректно Но Мне Просто Лень Делать Как-то По-другому Да Я Просто Делаю Обычно Следующее Where Persistence Storage Это Any Object Ну Для Мутабельности Да И Тогда Получается В случае Чтения Что я Должен Сделать Я Не Должен Трогать Storage Я Должен Только Записать В свои Поля Из Storage В случае Записи Я После Этого Должен Вызвать Persistence Let Storage Self Storage Да Storage И После Этого Persistence Write Storage Вот Теперь Собственно Говоря Если Посмотреть Вот В общем На Это У Меня Просто Здесь Action Да Он Становится Вот Таким Потому Что Realme Он Полностью Ушел Он Полностью Ушел В Persistence То есть Сначала Я Модифицирую Storage Потом Я Записываю В Реал Иначе Там В Core DATE Что То Делаю И Так Далее В Чем Здесь Для Нас Фишка Для Нас Здесь Фишка В Том Что У Нас Persistence В Любом Случа Он Должен Обеспечивать Логически Для Нас Это Важный Гайд Он Должен Обеспечивать То Что Мы Находимся Грубо говоря В Пределах Какого-то Одного Потока Пока Выполняем Какую-то Операцию Потому Что У нас Грубо говоря В основном Контексте Они Находятся Внутри Одного Потока То 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 Самое Как Я С С Реал Я Подобное Делаю С Core Data На Сам Деле То У меня Core Data Привязана К Какому-то Конкретному Одному Потоку Ну То То Не Core Data NS Managed Object Вот Получается И теперь Это опять Больше Не надо Здесь Тоже Ничего Больше Не надо Теперь Как Нам Этим Всем Воспользоваться В Пользователе Да Вот Пользователи Теперь Должны Несколько Мутировать User Persistence Да И Здесь У нас Будет Friends Давай Наверное Зовем Не Persistence А Persistable То есть Тот Который Может Persistиться Ну Сохранять Себе А то Мне Впадлу Просто Всю Прописывать Friends На Facebook Вот И Получается У Пользователя У Меня Те То Самое Model Persistence Значит Теперь Возникает Одна Очень Неприятная Ситуация Для нас Значит Можно было бы Подойти Следующим Образом Я мог бы Напрямую Зашить Да Если Пока у меня Нет каких-то Определенных Требований Да Я бы мог Напрямую Зашить Realm Persistence Да И Это В общем-то Было Для меня Нормально Значит И Здесь Быть Сделать Да RLM User Вот Так Да Вот Это Первый Вариант Который У Меня Мог Быть И В принципе Он В большинстве Случаев Да Он Проханает То есть Когда Захочешь Расширять Да Ну то есть Сделать так Что у тебя Реально Хранение В нескольких Разных Базах Да Тогда И сможешь Этого Добиться Давай Мы сейчас С тобой Пойдем В общий Случай Потому что Ну вот Такую Штуку Я уверен Ты сможешь Написать Даже Ну с теми Знаниями Которые Имеешь Сейчас Вот Поэтому Вместо Этого Поехали Вот Model Persistence И теперь Получается Следующее У нас Есть Следующая Ситуация Мы больше Не знаем Как хранить Нашего Пользователя Да Поэтому Мы просто Прописываем Протокол Public Protocol User Storage То есть Хранилище Нашего Пользователя Да Значит Это протокол Будет Класса У нас Ну потому что Мы затребовали Чтобы у нас И не Обжиг Тами Они были Да Вот И соответственно У нас будет Model Persistence Где Persistence Storage Наследник User Storage То есть В этот Момент Понимаешь Вообще Что я сейчас Сделал Ну то есть Я создал Прокладку То есть RLM User Это Конкретный Тип Да Не могу Я Ну то есть Если я Пропишу Здесь Конкретный Тип Да Это все Равно Что я Прописал Ну что Persistence Да От Ну Realm Persistence Да От RLM User Да Но я Как Рабы Наоборот Хочу Сделать Так Что У меня Пользователь Мог Пользоваться Разными Хранилищами Да Вот Соответственно Теперь Что у меня Должно быть В самом User Storage User Storage Только Должен Определять Какие Property У меня Есть То Что Я Буду Хранить В Дальнейшем Да War Get Set War Get Set На И Теперь User Storage То есть RLM User У меня Еще и Должен Стать User Storage На Objective C Dynamic Public War И здесь Public War Вот То есть В этом Случае Смотри Какая У нас Ситуация С тобой Интересная Получается Мы Уже Можем С тобой Заниматься Каким То Хранением Наших Сущностей При этом В этом Случае Я Вообще Не Завязан На То Какой Именно У меня Будет Persistence Ну То есть Теперь Я могу Передать Любой Persistence Который Мне Был Нужен Почему У Меня Ну Где У меня Тот Модель Я Передал Persistence Снаружи Да Через Вот Этот Метод Раз Я Передал Снаружи Через Этот Метод Через ID Persistence У Меня Автоматически В зависимости От того Какой Я Передал Persistence У У Меня Будет Разная Специализация Моих Пользователей То есть Пользователь Может С Реал Мав Ским Хранением Пользователь Может Быть Там С Кор Теперь Сейчас Момент Storage Type User Storage Вопрос Почему У меня Storage Не Видит Это Сейчас Я Скомпилю Прикольный Свист Люблю Его Вот Ну и Теперь Что Осталось Последнее Сделать Да То есть Теперь Мы Уже Изводим Какие То Операции Хранения Значит Смотри И Read И Write Storage Да Мы В любом Случае Получаем Storage Теперь Мы Не Должны Вообще Ходить На Прямой Вот Такие Записи Девать Это Плоховато Потому Что У Нас У Persistence Есть Для Этого Специальные Методы И Вот В Таком Случа Как Оно Себя Поведет Для Нас Не Известно Да Вот Поэтому Но Легко Модифицировать Наш Read Storage Да То есть Теперь У нас Storage Должен Получать И Storage Type Да И Должен Получать Например Persistence Вот Ну Persistence Мы Можем Получить Снаружи Ну Можем Получить Просто Так У Себя Да Let Persistence Равно Self Persistence У меня там Properly Такое Есть Общего Модели Я Уже Не Помню Да Public Оно Должно Быть Потому Что Потому Что Потому Вот Ну А теперь Собственно Что Мы Сделаем Мы Делаем Уже Нашу Запись Да Persistence Write Нет Извиняюсь Read Storage Name Да Self Name Storage Age Self Age Вот Эти Штуки На самом Деле Они Очень Хорошо Формализуются То есть Их Можно В кодогенерацию Даже Загнать Да В дальнейшем Там Еще Будут Записи В Массивы Да То есть Потому Что У Realma Есть Листы У Квардата Есть Сеты Да То есть Мы Тоже Можем Это Обеспечить Когда Нам Это Понадобится Просто Создадим Еще Один Read Да Который Уже Умеет Писать Из Value Которая Массив Value Да Вот Таргет Который Является Массивом Value Ну То есть Просто В том же Realme Например Да Те Которых У тебя Нет Их Может Быть Нужно Удалить Ну То есть Например Если Ты Хочешь Сделать Как То Сказать Каскадное Удаление Да То есть Если Есть Какой То Зависимый Объект Например Вот Ну И Здесь Соответственно То же Самое Right Ну И Здесь Меняем Местами Опять же Это Я тебе Показываю Ну Уже Такой Мощный Кейс Да То есть Мы Можем Подобным Кейсом Воспользоваться Ну Например Знаком Равенства Воспользоваться Да Если Мы Точно Знаем Какой У нас Тип Хранения Будет Да Или Примем Какие То Конвенции Что Например Если Пишут Что То И Окей Это Приведет К тому Что Ну Точно Будет Какое Определенное Нужное Нам Поведение Вот Значит А теперь Вопрос Как нам Этим Говном Пользоваться Да И Вот тут Нам Прилетает Ну Очень Неприятная Для нас Ситуация Да Значит Ситуация Для нас Заключается В следующем Предположим Я хочу Какого-то Пользователя Который Может Храниться Какими-то Разными Способами Да Использовать Где-то Но мне Нужно Прописать Его Точный Тиф Переменной Да То есть У меня Например Уже Тогда Будет Вот Так Let User Равно User Там ID Там ID Единица Да Persistence Realme Persistence Да RLM Model Вот такая Да И если мы Сейчас я туда схожу Да Если я туда Схожу Да Посмотрю На Уфу Боже RLM User Если я Захочу прописать Какое-то Property Да То мне Придется Писать Вот так Вот Ну что У меня Есть Какой-то Пользователь Да Ну вообще Херня Согласна Оно Крайне Будет Неудобно И по сути Своей У меня По всему Коду Уже Расползется Тогда Ну что Я Привязан К Realme Да Поэтому В данном Случае Нам Придется Все-таки Использовать Протоколы Ага Опять же Public Protocol Modelable Например Да Делаем Еще Тоже Сразу Класс Протоколом Чтобы нам Было Проще И легче Жить Да И значит Этот Modelable Который У нас Будет Да Что он Должен Делать Сам По себе Он Должен Ну Предоставлять Базовые Определенные Возможности Да Ну то есть Первое Что нам В любом Случае Опана А что у тебя Public Var ID Вика Я Let ID Делал Var Это очень плохо Ты можешь Изменить ID Да У тебя Привязка Есть к Определенному Storage Type Что должно Должно Быть В нем Первое Блин Var ID Да ID Get Второе Что он Должен Уметь Он Должен Уметь Lead Lead Write И Update Вот такая фигня Вот После этого Мы уже можем Кабе Сделать Нашу Сущность Да Еще И Наследником Modelable Да Ну а теперь Для пользователя Да Мы больше уже Не думаем О том Кто у нас Такое Вместо этого Мы сделаем Public Protocol User Class Да Который Ну в нашем Случае Он может Спокойно Еще и Повторять User Storage Да Но у него Должны быть Еще Какие-то Его собственные Методы У нас Пока у Юзера Методов Нет Когда будут Они все Должны Появиться В юзере Ну то есть Я пока Чтобы Ну сделать Так Чтобы Мне не Дублировать Да Пока У них Типы Property Совпадают Да Сделаю Вот так Ну то есть Потому что Там Name Есть И у Storage И у Протокола Да Фу Блин И у Storage И у Пользователя Но В дальнейшем Будем Будем Добавлять Еще Какие-то Методы Это Мы Делаем User Имплементации Теперь Да И Теперь У нас Пользователь Уже Будет Просто Типа User Да То есть Я его Создал Да Но Пользуюсь Я им Потом Исключительно Через Протокол Здесь У меня Будет User User Storage И Еще И Modelable Я должен Быть Ну а Здесь Я должен Быть Наследником User В основном Но Даже В таких Хитрых Случаях User Storage И Останется У тебя Ну то есть Получается Потому что Property User Storage В основном И у User Совпадают Да Они Перестают Совпадать Только В случае Каких-то Хитрых Хранилищ Типа Realm List И так Далее Да И то В этом Случае Storage Грубо говоря Да Он на самом деле Не должен Быть Realm List Он должен Быть От него Отвязан Он должен Быть Просто Массивом Грубо говоря Пользователей Да Ну то есть Получается Потому что Realm List Это уже Persistence Должен Уметь Преобразовать Массив В Realm Лист Ну то есть И вот в таком Случае Да То есть Фактически Ты спрятала Вот это Все Вот эти Все Дженерики Целиком Да Ты их Просто Спрятала За протокол Чтобы Всюду Не прописывать Протоколы Вообще Вещь Очень Хорошая То есть Поскольку SWIF Статический Типизированный Язык И придется Постоянно Этим Заниматься Да Из-за Одного Из-за Одной Банальной Фигни Ты Иначе Не сможешь Нормально Тестировать Да То есть Например Ты хочешь Проверить Как у тебя На самом деле Происходится Сохранение User Implo Да Ну так Тебе придется В прямом смысле Да Тебе придется Поставить Тогда для Тестирования Собственный Persistence Да И просто Проверить Что имя Пишется Ну что Вызывается Вот это Вот там С именем Да Что вызывается Такой-то Метод С Возрастом Да Что в одном Случае Там вызвался Сынтом Да В другом Случае Вызвался Там с именем Ну то есть Это уже В моке Ты можешь Делать В моке Своего Persistence И там В чем фишка Мок Будет хранить Эти записи Он вообще Будет хранить В виде Там Массива Any Например Да Ну а Ты дальше Уже будешь Просто Примерять Что ты знаешь Какая у тебя Очередность Да Якой В теории Здесь еще Можно было бы Свифтовый КВЦ Применить Да Но у меня Сейчас нет Задачи Вот это Показать Как здесь Еще и КВЦ Поверх Навернуть Чтоб тебе Вообще Плохо Стало То есть Пока Хватит И такого Варианта Вот Теперь Дальше Как Пользоваться Этим Пользователем Да Ты им Где-то Уже Пользовалась Вообще Или Еще Нет Нет Да Ну Вот Тогда Вполне Возможно И стоит Воспользоваться Теперь У тебя Кроме Самого Пользователя Да Должен Еще И Появиться User Provider Так Сказать Или Назовем Это User Factory То есть Это у тебя Будет Дополнительный Тип Можешь Это В отдельный Вынести Ну Файл Да Я Обычно И выношу User Storage User Например В какие-то Отдельные Файлы Но в данном случае Делать не будем Сделаем просто Нашу Фабрику И вновь Поехали User Factory Пользователя Мы можем Получить Следующими Способами Значит Первое Что нам нужно Сделать С тобой Да Это Метод User Который Будет Возвращать Пользователя Да Кроме Этого Ну У нас То пользователь Мы просто Создали Какого-то Да А есть У нас Еще Создать Пользователя По ID Да И Здесь Можно Сразу Сделать Extension User Factory Да То есть Если нет У тебя Еще ID Пользователя Если Ты Создаешь Сама И так Далее Тут Вспоминай Есть У нас Еще ID Provider Да Ну Значит Можно И запилить А внутри Он вызовет Self User ID Да И Вермет Что у нас Там Например Auto Incremented ID По Ключу Да Ну И Пользусь Здесь Будет Некий Наш Ключ Здесь У нас Будет Sub Марк Минус Марк Subtypes Марк Public А в Subtypes У нас Будет Просто Ром Дальше Дальше И здесь у нас будет кей-стринг. И здесь у нас будет некая с тобой raw-value. Давай подумаем, какое мы его захотим сделать. А, да, конечно. Забыл совсем об этом. Тогда просто сделаем следующим образом. Кей-Равин. Ком. Френд. В фейсбуке. Узер. Дефолт. Окей. Это не реалмовский ключ. Ну, то есть, можешь его сделать. Ну, то есть, ты можешь назвать как угодно, да. Ну, то есть, это простейший случай, да. А вот как мы будем юзер-айди реализовывать, да. Здесь еще одно. File private let auto in id factory. Вот такая фигня, да. Ну, и здесь мы, получается, будем просто этот id factory вызывать. Ну, то есть, это я прописываю, но вот именно для такого случая, да. Я могу это сделать, ну, в более обобщенном виде. Пока мне просто лень это в таком виде делать. Ну, и, соответственно, вот у нас появляется уже паблик, например, struct. Ну, или класс. Realm. User Realm. Factory. На. Который будет наследником User Factory. У которого уже будет вот этот вот прекрасный метод. Ой, блин. Неправильный метод скопировал. Ну, а здесь мы что должны вернуть? Мы должны вернуть вот как раз ту прелесть, которую я тебе отрисовал. Если захочу какую-то другую фабрику, да. Ну, говно, вопрос. Нарисую другую фабрику, да. То есть, там, для Хордаты или для чего-то еще. Но это, как бы, именно общий случай. То есть, зачастую я, ну, скажем так, если я не планирую, что это будет, как бы, продолжаться в такой форме, да. Я упрощаю и действительно не делаю вот такого вот Persistence, да. Просто прописываю, что Model это Model Realm Persistence, там, RLM User, да. А если мне потом вдруг нужно когда-то это будет сделать, у меня есть фабрики, да. Которые, ну, я просто их буду подменять в случае чего и, в случае чего, и модифицировать. Вот. Здесь в чем для нас, ну, интересность, да. То есть, фактически мы за счет, ну, Dependency Injection, которой будем пользоваться, да. Мы просто где-то в отдельных файликах будем создавать все эти фабрики. Как эти фабрики друг с другом взаимосвязаны, да. И потом, если что, будем менять, грубо говоря, типы приложения в одном месте. Угу. Главное, потому что сейчас у нас-то все зашито просто напрямую. Вот. Вопросы. Вика. А вот, что всем код будем внедрять или это мне делать уже не нужно? Ну, сейчас мы часть внедрим, но я буду внедрять не в твой код, да. А я буду внедрять в какой-то View Controller это. На примере, да. Вот. А ты потом уже попытаешься это внедрить сама. У нас очень много разных вещей есть, которые, ну, уже реализованы, да. Но, которые нам бы хотелось теперь объединить каким-то образом, да. То есть, это будет как раз вот в следующем. Вот сейчас закончу этот видосик, начну в следующем. И там же я тебе буду показывать заодно MVC. Угу. То есть, сначала в совсем примитивной форме, а потом будем его как-то, скажем так, обобщать. Но это, скорее всего, не сегодня даже, потому что нам бы то успеть. Угу. Вот. Так что, короче говоря, тогда... Логика пока тебе понятна, да? Ну, то есть, именно разделение. То есть, ты можешь сделать, ну, зашить, ну, зашить в том виде, в котором я это тебе описал, да, изначально. То есть, без Persistence, как сторонней сущности. И зачастую это нормально. Очень редко, когда реально нужен кейс, да. Когда тебе нужно менять как-то код своим образом, да. Тем образом, который тебе нужен. Ну, вот хер ты нормально протестируешь, да. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы Persistence, но был отдельной сущностью для тебя. Угу. Ага, ага. Ну, то есть, а еще потом идеальные вообще варианты, он реально классный, да. Да. Это если мы... Ну, это просто уже чисто для тестирования делается, да. Это если мы сделаем КВЦ, да. Чтобы просто ты передавала, что ты пишешь, какой-то Enum, да. Что? У Storage, передаешь Storage, передаешь Self, да. И передаешь ключ. То есть, таким образом, ты сможешь просто упростить себе тестируемость. Угу. Ну, это просто гемор. Сейчас мы это делать не будем. Нам бы пока хоть вот с таким поведением справиться. И здесь даже сейчас, в чем есть фишка, да. Очень часто бывает нужно обеспечить, чтобы у тебя Persistence, да, работал, иногда не срабатывал. То есть, чтобы ты могла создать сущность, да. Ну, потому что как? Смотри, у нас же сейчас... Каким образом происходит? У тебя пользователь, он зараза автоматом, да. За счет того, что он модель. Как только ты его создаешь, да, ты сразу же имеешь в конфигурации то, что он пишется в базу данных, да. Потому что Read, операция, она запрашивает Storage, да. А Storage автоматически кладется в базу данных, если его еще не было, да. Но иногда тебе не хочется вот этим геморроиться, записывать его, да. И в таких вот случаях как раз можно передать просто Persistence, который ни хера не делает. И красота. Вот. Теперь поехали с тобой дальше. Так, модели и так далее. Так, стопаем это видео. Хотя нет, не стопаем. Нужно решить еще последнюю проблему. Вот этот вот Instantade, да. Вот. Instantade, если на него так посмотреть, да. То это вот как раз часть поведения, да. Которая связана с Modelable. Ну, если на него посмотреть, да. Вот. Но в то же время он завязан на Storage Type, который у нас является там Persistence частью, да. Поэтому его лучше не выносить в Modelable, вот. А вместо этого, ну, как бы, перенести вот эту логику, да, в фабрике. Угу. Ну, то есть, вопрос в чем в фабриках. Очень часто у тебя бывает так, что, ну, вот как это в Realm фабрика, да. Она завязана чисто на User ID, да. И если ты будешь использовать какой-то Storage Type, то это нужны ассоциированные типы, да. А это значит, что User Factory у тебя перестает быть, ну, таким вот себе милой штукой, которую ты можешь поставить просто как тип, да. То есть, тебе придется всюду делать Generic, который вот как раз говорит о том, что у тебя будет передаваться User Factory и так далее. Вот. Сейчас поэтому, пока мы этого просто делать вообще не будем. То есть, в чем логика вот этой штуки с Instantate? Единственное, зачем она нужна? Это для того, чтобы создать какое-то хранилище, да, зависимое. У тебя их пока нет. Что значит зависимое хранилище? Например, у тебя есть пользователь, а у пользователя есть картинка, да. Ага. Ну, то есть, получается, у тебя-то Persistence должен создать эту картинку, да. Чтобы, ну, продолжить логику, потому что, ну, если у тебя у пользователя есть картинка, у картинки должен быть свой собственный Persistence, понятно, да. Ну, это как бы беда, да. Вот. Однако, в чем фишка? Для нас Persistence, он фактически, да, он может быть и Generic типом. Вот. Может, но мы его сейчас жестко завязываем на, ну, RLM-юзера для случая юзера, да. Вот. Именно для этого изначально я планировал вот этот самый Instantate ставить. Угу. Вот. Но пока мы просто с этим париться не будем, это, скорее всего, в отдельном видосике тебе покажу. Потому что я просто хочу уже перейти сейчас к MVC, да. Хоть, чтобы ты просто пользователей показала. А потом будем расширять, потому что, ну, давно не было ничего визуального, да. Так что теперь получается, я остановлю видосик, да. И мы создадим с тобой просто некий ViewController, который показывает пользователя одного, да. А потом перейдем на следующий шаг, покажем пользователя и его друзей. А друзья это как раз вот связанные типы. Угу. Вот. Так, я стопаю видео. Можно я быстро скат перевожу пока? Да не проблема. Угу.